Здравствуйте! Сегодня второй способ разблокировки Samsung A30s, он же A307 на девятом андроиде. То есть здесь уже стоит на данный момент последнее обновление, январь 2020. Что нам понадобится для разблокировки? В данном случае нам понадобится интернет-подключение, мы будем использовать Wi-Fi, плюс понадобится сим-карта и на сим-карте обязательно должен стоять пин-код. Как установить пин-код на сим-карту, можно посмотреть на главной странице нашего канала. Есть плейлист, полезный на разные темы. Здесь есть вот этого видео. Ссылка также на видео будет в описании. Затем нам понадобится дополнительный аккаунт почты Gmail. Если у вас его нет, создайте его заранее. Создайте его заранее. Мы будем использовать свой аккаунт, а вы будете вводить свой. Плюс также понадобится Bluetooth наушники. Лучше беспроводные. Мы будем использовать вот такой вот вариант. Возможно использование каких-нибудь Apple-овских, либо других. Кстати, есть у нас способ чуть-чуть попроще, без скачивания программ. Ссылка на него будет в описании. Это первый способ разблокировки. В данном случае это второй. То есть можете попробовать первый способ. Если он покажется вам сложный, можете попробовать этот способ. Но этот способ, здесь необходимо скачивание программ. И вот аккаунт Google запасного. Итак, что далее? Давайте теперь начнем. Получается, выбираем язык. Вот у нас сим-карта уже вставлена вот здесь. Продвигаемся далее. Здесь ставим галочку. Далее пропускаем. Далее вот он сообщение, что был сброс настройок. Подключаемся к Wi-Fi. Сейчас введу пароль. А то тут рядом много халявщиков в соседних отделах, которые любят бесплатный Wi-Fi. Это, кстати, задавали несколько раз уже. Да кого несколько раз? Много раз задают вопрос, почему прячешь Wi-Fi. Так, что-то неправильно его вводишь. Прячешь пароль от Wi-Fi. Вот и вам ответ. Много халявщиков рядом. Так, далее. Сейчас появится окно с вводом пин-кода. Ну, так как мы установили пароль на пин-код на телефон, но его можно будет пропустить, нажав использовать аккаунт Google. Возможно, кстати, что данный способ подойдет и для других моделей на новых прошивках. А если у вас, кстати, 10-й Android, то там немного другой способ. Смотрите, в общем, плейлист. У нас есть плейлист по разблокировке. Вот он, на главной странице. Там представлены разные модели. Итак, ждем окна с вводом пин-кода. Иногда бывает, что пишет вот так, но на самом деле ничего страшного. Сейчас окно появится. Ну, естественно, если у вас интернет-доступ есть. Доступ к интернет. Вот оно окно. Здесь нажимаем использовать аккаунт Google. И продвигаемся далее. Сейчас появится окно подтверждения аккаунта. Вот оно, естественно. Дальше мы не продвинемся. Возвращаемся назад на вот это вот окно. Теперь нам нужно будет включить режим Voice Assistant. Ну, как бы не его включить, а включить функцию, чтобы у нас включалась эта функция. Нажимаем громкость вверх-вниз и держим одновременно. Вот такое сообщение появляется у нас здесь. Нажимаем использовать. Вот теперь двойным нажатием громкость вверх-вниз мы можем включать функцию Voice Assistant. Теперь что делаем? Смотрите, нам нужно вставить сим-карту. Кстати, нам понадобится еще вот такая штучка-извлекатель. У нас это спецзаказ скрепочный. Вообще сделан прям по высшему разряду. Нужно вставить сим-карту. При этом одновременно, то есть вставляем сим-карту, одновременно нажимаем громкость вверх-вниз и нажимаем кнопку далее. Смотрите, делаем это вот так. Здесь держим. У нас включается Voice Assistant режим и появляется запрос на вот пин-кода. Затем достаем сим-карту. У нас вот здесь появляется значок ОК. Нужно его активировать. Затем значок уведомлений выключаем Voice Assistant нажатием громкость вверх и включение. И делаем все заново. То есть смотрите, суть в чем, что нужно. Сейчас подождите. Я, кстати, вам где-то возможно у нас так. Нет, здесь у нас нет этих фотографий. Ну, в общем, в первом способе мы там подробно показывали как и что, куда заходить. Можете посмотреть там. Ну, в общем, суть в чем. Нажимаете вот здесь ОК, когда вытаскиваете сим-карту. Затем значок уведомлений. Один раз нажимаете, второй раз активируете. Сверху вылазит шторка. Там нужно нажать на Bluetooth. один раз как бы зажать и второй раз активировать нажатие. Так, возвращаемся назад и сейчас будем пробовать еще раз. Так. Вставляем сим-карту, громкость вверх-вниз нажимаем и тыкаем далее. Вот таким вот образом. Вытаскиваем. Активируем. Активируем. И все, Bluetooth у нас активировался. И влазит. Все. Выключаем данный режим. Включение громкости вверх. Все, данный режим выключили. Берем наушник, включаем его. Так, и нажимаем поиск. Так, еще раз. Кто-то не нашелся он у нас. Вот он, i12. Так, нажимаем. Подключаем. И теперь на наушники нужно нажать, чтобы вызвать дополнительное меню. В данном случае это удержание. Ну, наверное, как одну секунду. Нажимаем, держим, отпускаем. Не вышло. Еще раз. Чуть подольше. Вот. И у нас появляется вот такой запрос. В зависимости от модели наушников способ вывода вот этого меню бывает разный. у кого-то это двойное нажатие, у кого-то тройное. То есть пробуйте сначала на разблокированном телефоне вызвать данную функцию, а потом уже на заблокированном. Так, нажимаем Chrome. Только сейчас все. Наушник можно отложить в сторону. И теперь нам нужно набрать Chrome. Слово вот здесь вот набираем Chrome по-английски. переключается на английский и набираем Chrome. Вот она, подсказка вылезла. Так, продолжить. Далее. Google. Окей. Пропустить. И сейчас нужно будет в строке поиска ввести данный адрес. Мы будем скачивать вот отсюда. Если не получится, то можете попробовать вот отсюда, либо вообще скачать из другого источника. Так, ставьте видео на паузу и вводите данный адрес. Мы сейчас его тоже будем вводить. нажимаем перейти. И нам нужно будет скачать два приложения. Apex Launcher и GSM One Info. Так, вот он Apex Launcher. Нажимаем на него и затем нажимаем вот сюда. Так, нажимаем продолжить, разрешить и сохранение файла. Окей. Идет скачивание. Теперь возвращаемся на самое первоначальное окно вот таким вот способом и скачиваем GSM One Info. Вот он. Также нажимаем на загрузку. Так, сохранить. Окей. Теперь идем вот сюда. Три точки. Скачанные файлы. Ждем пока скачается GSM One Info. И затем нужно будет установить сначала Apex Launcher. Так, устанавливаем Apex Launcher. Установка заблокирована. Идем в настройки. Включаем разрешение. Возвращаемся назад. Установить. Ждем пока установится. Затем нужно будет запустить. Открываем. Теперь идем в настройки. Так, биометрия безопасность. Другие параметры безопасности. Администраторы устройства. Так, выключаем данный пункт. Выключить. Возвращаемся назад. Идем в пункт приложения. Так, ищем пункт сервиса Google Play. Вот он. Так, выключить. Выключить. Так, назад. И нужно будет установить теперь приложение. Идем в мои файлы. Приложение GSM One Info. Устанавливаем. Также идем в настройки. Разрешаем установку. Возвращаемся назад. Далее. Установить. Его нужно будет просто установить. Запускать его не нужно будет. Просто устанавливаем и нажимаем готово. Готово. Так, возвращаемся назад. И идем в настройки. Учетные записи архивации. Учетные записи. Добавить учетную запись. Выбираем Google. И теперь нужно будет ввести дополнительный аккаунт почты Gmail. Мы введем свой. Вы будете вводить свой. Так, сейчас введу пароль. Нажимаем далее. Так, принимаем. Программа выполняет необходимые действия. И затем вернется обратно. Вот сюда. Теперь идем в приложение. И включаем Google Play сервис. Так, сервисы Google Play. Включить. Так, возвращаемся назад. И перезагружаем телефон. Если все сделали правильно, то к телефону привяжется наш аккаунт. Вот этот вот дополнительный. И в этом нам помогла вот такая вот беспроводная гарнитура наушник. Ждем включения. Затем можно будет... Мы удалим данный аккаунт, так как он тестовый у нас. Вы можете оставить. То есть, если вы используете свой аккаунт на своем телефоне. Так, нажимаем далее. И также программу GSM One Info и Apex Launcher тоже можно будет в дальнейшем удалить. Ну, либо просто сделать сброс настроек. Так, у нас подключено к интернету по Wi-Fi. Подключаемся и ждем. Так, главное, чтобы у меня карты памяти хватило на телефоне, на который сейчас идет запись. В общем, смотрите, сейчас загрузится телефон. Apex Launcher GSM One Info можно удалить. И можно удалить тестовый аккаунт. Можно удалять. Вот все, аккаунт добавлен. Продвигаемся далее. Пропускаем все настройки. Либо настраиваем сразу как надо. Так, не сейчас пропустить. Далее. То есть, все, запроса аккаунта у нас нет. У нас аккаунт привязался тот, который мы вводили в аккаунтах, в настройках системы. Вот это появляется. Это можно просто вот так закрывать. Ну, просто нажимаете по экрану и все. Кстати, точно такой же способ был на модели аппетита. Десят у нас есть видео. Там точно такой же способ. Но там было уже февральское обновление 2020. Здесь у нас идет обновление январь 2020. Но уже вот такое вот. Такая вот разблокировка и так далее. Пропускаем, пропускаем. Готово. Все, запускается рабочий стол. Идем в настройки. Приложение. Так, где тут у нас? Апекс лаунчер. Удалить. Окей. Так, и GSM OneInfo. Вот она. Удалить. Окей. Все. Теперь идем в учетные записи. Удаляем аккаунт, так как он нам не нужен уже. Удалить. Удалить. Так, сведения о телефоне. А30С, А307, сведения ОПО, версия Android 9 и остальные сведения, кому интересно. 1 января 2020 обновление. Все, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также можете ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также можете подписаться на наш основной канал. Ссылки на них будут в описании. В принципе, и все. Да, кстати, если захотите, можете сделать просто сброс настроек, сброс данных. Но мы этого делать не будем, так как телефон и так будет работать. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok